Девчонка И просто уничтожила меня Не думала, что смотрит аниме Не знала то, что дрочит на хентай Иначе втайне слушает кип-поп мальчик Ты просто идиот И что получилось? Всем привет, с вами Скриппа И сегодня мы с вами разберем песню гречки Которая называется анимешница Вы все очень просили гречку Вы очень просили разборы на укулеле И я решила это дело совместить И разобрать Для того, чтобы играть эту песню в оригинале Нам нужен каподастер И поставить его на первый лад Либо без каподастера играть на полтона ниже За счет того, что у нас каподастер стоит на первом ладу Мы играем простыми аккордами Чтобы лишний раз не заморачиваться То есть для новичков это в самый раз Даже не для новичков, а вообще в принципе Так легче играть Поэтому давайте разберемся, какие тут аккорды для начала Будем считать, что это первый лад Поэтому зажимаем на третьем ладу Первую струну У нас получается аккорд С Или до мажор Затем первую струну на втором ладу Вторую струну на третьем ладу И третью струну на четвертом ладу И получается у нас аккорд ЕМ, то есть ми минор Это второй аккорд Третий аккорд АМ, то есть ля минор Зажимаем четвертую струну на втором ладу Не забываем, что каподастр мы будем считать Как верхний порожек То есть второй лад И четвертый последний аккорд Это Фа мажор, то есть Ф Мы просто ставим первый палец На вторую струну первого лада Остальные открытые мы не зажимаем Аккорд Ф Еще раз С, Е, М, А, М, Ф Если у вас нет каподастры, то вы можете его убрать Играть все то же самое смещением на один лад И у вас просто получится песня по тональности на полтона вниз Итак, начнем с самого начала Проигрыш, который мы отчетливо слышим в песне Начнем с боя Играется он вниз-вверх Вниз-приглушаем и вверх Удары вверх делаем большим пальцем Удары вниз делаем указательным пальцем И приглушаем, естественно, всей рукой Оставляем открытые и делаем Все очень просто Раз-два Соблюдая ритмику Можно этого не делать, в принципе Переходим на второй аккорд И далее Так можно сыграть два раза В песне мы слышим один раз И со второго квадрата уже начинается песня Но учитывая, что с таким боем и с этими стуками Не совсем удобно петь Можно просто стуки убрать И играть тот же сам бой Можно не зажимать И потом, когда начинается вторая часть припева Мы уже меняем бой Для того, чтобы создать динамику песни Играет он вниз Вверх-вниз Вниз Вверх-вниз Вниз Вниз-вниз-вверх Вниз-вверх-вниз вниз-вверх-вниз-вниз-вниз-вверх. И таким образом можно сыграть всю песню. После припева идет проигрыш, который играет примерно что-то. Учитывая, что укулеле в этой песне немножко забито назад в самом треке, не совсем слышно, играется там одна струна или две, и поэтому можно сыграть одну. Это в те моменты, когда там идет шейк-шейк-шейк. И сама по себе укулеле идет там дополнительно, поэтому играть это не особо удобно, если у вас нет второго инструмента. То есть там все создает бас, и поэтому даже если вы будете это играть и петь эти шейк-шейк-шейк, то не совсем будет понятно будет сумбур, потому что басовая струна у нас совершенно никак не задействована. И это просто дополнительные такие штуки, но вдруг вы захотите играть вместе с оригиналом. И по сути задействована вторая струна на пятом, третьем ладу и открытая. Можно либо ее одну играть ударами вниз-вверх, либо задействовать еще третью струну. Учитывая, что у нас тональность песни это до мажор, то третья струна не будет лишней. Раз-два, 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 раз-два. То есть по сути по четыре удара. Такой балалаичный эффект. Итак, с этой песней мы разобрались. Если вам нравятся такие вот разборы на природе, то ставьте хэштег «Скрипа в лесу». И мы продолжим снимать на природушке. Также пишите в комментариях песни на разбор именно на укулеле. Было бы неплохо, если бы вы дали ответную реакцию на этот разбор, потому что вы просите разборы на укулеле, но при этом вы не говорите, какие песни вы хотите. И типа Gravity Falls не канает. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, рассказывайте друзьям. С вами была Скрипа. До скорых встреч!